МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит радио Свобода у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Мы все животные, и лучшее, что с тобой может случиться в жизни, это быть красивым животным, объясняет безжалостная преступница Аутло брутальному старшекласснику, которого она похитила, чтобы превратить в сексуального раба. Если бы этот юноша не отлынивал на уроках, а внимательно слушал учителя, он узнал бы, что такое настоящая возвышенная любовь, описанная в диалоге Платона, пир. А учитель лелеет свою тайну. Воспоминания уносят его в 1985 год, когда в его жизнь ворвался влюбленный советский генерал. Мы все животные. Лучшее, что с тобой может случиться в жизни, это быть красивым животным. Фильм Ксении Ратушной Аутло начинается со сцены оргии, в которой участвуют все, кому не лень, даже православный священник. Разумеется, завершается оргия кровопролитием, и жертвой становится олицетворение мещанства. Мы живем, как бессмертные боги. У природы нет запретов. Люди сами придумывают законы, которые самым мелочным образом ограничивают их свободу. А моральность – вот высший закон природы. Вдохновленная философией Маркиза де Сада это кино игнорирует моральные ограничения, придуманные Мизулиной, Милоновым и прочими законодателями-крестоносцами. Невинная по меркам даже российских нулевых драма в наше время превращается в отчетливое политическое высказывание, лишенное, впрочем, адресата, потому что государство и само давно не помнит, что у него было с гей-пропагандой и чем она для него опасна, писал в декабре 2019 года один из первых зрителей Аутло, публицист Али Кашин. Тогда европейская премьера фильма прошла в Таллине, затем его показали в Санта-Барбаре, а в феврале он впервые появился на российском экране на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Еще до премьеры в соцсетях началась кампания против аморальной картины, но зрителей и организаторов фестиваля она не испугала, и появление харизматичного красавца, звезды телесериалов и рэпера Глеба Калюжного, сыгравшего в Аутло хулигана-раба, потрясло и очаровало Ханты-Мансийск. Фильм получил три награды «Духа огня», главную премию в конкурсе российских дебютов, призы за лучшую музыку и операторское мастерство. Понравился он и кинокритикам. Это фильм, которому хочется быть ипотажным, и с этой задачей он блестяще справляется уже в первой своей трети, от напора можно даже почувствовать себя старым. Аутло сделан размашисто, амбициозно и одновременно наивно, даже полюбительски, что, впрочем, его не портит. Это смачно снятое кино, сценарий которого разбирается на яркие сценки, «Лучшие кадры напоминают фэшн-съемку», пишет Василий Степанов в журнале «Сеанс». Гость программы «Культурный дневник» – основатель пиар-агентства «Айрони Продакшн» Ксения Ратушная, которая сделала фильм на свои средства и теперь готовится выпустить Аутло в прокат. Хотя паникеры предрекали, что фильм запретят, он получил прокатное удостоверение. Ваш фильм просто поразительно попал по времени с выходом, потому что сейчас такое хаотическое время, и он ведь посвящен хаосу и прославляет хаос в каком-то смысле. Это такой гимн беспредела, гимн всяческим безобразиям. Так я его истолковал, верно? Да, да, все верно. На самом деле, мне кажется, что эта идея хаоса, ее возникло уже после того, как я собрала в сценарий все важные для меня истории на тот момент, эта тема, она скорее не то, чтобы я ее как-то специально задавала, я бы сказала, что она просто просвечивает из текста благодаря и выбранным историям, и моему мировоззрению тоже. То есть это что-то ненамеренное, не сконструированное, а более естественное. Если говорить про то, как я писала фильм, я его скорее писала о свободе, о внутренней и внешней свободе. То, что вы заметили, оно там, естественно, есть. Но, я думаю, оно получилось скорее неосознанно. Как вы представляете себе идеальную свободу? Для меня это возможность делать то, что ты делал бы, даже если бы все были против тебя. Что, собственно, и пытаются делать герои воутло. Возможность следовать своим настоящим истинным желаниям. То есть это непослушание? Да, в общем-то. Вопрос про свободу для меня уходит в детское или подростковое, даже скорее, непослушание. Эта подростковая энергия, разрушительная и созидательная, одновременно, она меня очень вдохновляла всегда. Многие зрители, я думаю, задавались вопросом о том, как сочетаются две эпохи, в которых происходит действие фильма. Сегодняшний день и середина 80-х. Я думаю, что это совсем не случайно вы выбрали это время, потому что это тоже начало такого огромного передела мира. Тоже крах старого мира и возникновение из хаоса чего-то нового. Да, все так. При этом наша история, она тоже про сопротивление общества, когда запреты, которые налагают на себя общество, все еще находятся на максимуме. Но поскольку мы знаем историю, мы знаем, что через какое-то время, и очень скоро это разрушится, это люди, для которых тем обиднее, тем трагичнее то, как заканчивается их жизнь, как обрывается самое лучшее, что было в жизни. И да, это упорядоченный мир перед наступлением хаоса. Вы чувствуете, что упорядоченный мир сегодняшней России скоро разрушится? Я, честно говоря, не ощущаю сегодняшний мир как упорядоченный. Я не очень слежу за политикой, что касается разрушения. Я просто очень спокойно к этому отношусь. И я принимаю как упорядоченность, так и хаос. Поэтому я смотрю на это с интересом, не боюсь того, что скоро будет непонятно, как жить. И особенно вот сейчас, когда история с коронавирусом развивается. У меня даже в вырезанных сценах в фильме есть фраза о том, как Паутло говорит, «Скорее бы настало время новой чумы». Мне даже это интересно. Какие-то мощные, странные события, которые меняют ход жизни, мне интересно за этим наблюдать. Мне кажется, смотрю на это так, как будто я оказалась внутри художественного произведения. То есть вы как демон такой стоите на утесе и смотрите, как бурные волны бьются о камень. Да, да. Есть в этом что-то такое боэроническое, романтическое. Я действительно люблю за этим наблюдать. Но и участвовать, конечно, тоже. Поэтому чем более страшные и серьезные изменения происходят вокруг, тем мне интереснее. Ваш фильм Васильев сравнил с фильмом «Асса» «Гимном непослушания». Вам нравится это сравнение? Чувствуете ли вы что-то общее? В какой-то степени, если честно, удивлена этому сравнению. Я когда читаю рецензии, в которых Паутло называет манифестом поколения, или сравнивают с такими культовыми картинами, я пока не очень могу это принять и поверить сама в это. Я думаю, что если бы я сама так считала, это было бы очень странно. При этом вот это принятие моего фильма случилось только после «Дух огня». Это происходит только в последние две недели, десять дней, сколько прошло с момента награждения. Потому что до этого нас практически никто не принимал в киноиндустрии. Очень небольшое количество людей нам говорили, что это круто. И нам приходилось работать только на собственном энтузиазме, перешагивая периодически через бесконечные отказы. Через отказы, непонимание, непринятие. Слишком смело, слишком порно, слишком много секса. Зачем у вас там геи? Как же так можно? А что подумают родители и так далее? Или там к нам придет государство, нас закроют. Как вам только не страшно. То есть бесконечный какой-то набор и относительно разумных, и совершенно безумных, с моей точки зрения, аргументов. Поэтому сейчас, когда по мнению отдельных критиков оказывается, что это очень важный фильм, я, конечно, понимаю, что оно все того стоило. Для меня это скорее как мой дебют как режиссера, кажется, состоялся. Потому что для меня это очень важно. Быть режиссером, почувствовать себя настоящим режиссером, который снимает кино, которое для кого-то имеет значение. Аксения, расскажите, что произошло на «Духе огня». Я ведь знаю, что и там пытались ваш фильм не показать. Как это все обстояло и как в результате публика воспринимала ваш фильм? Все-таки не столичная публика. Слышали ли вы от обычных зрителей возмущенные отклики, оскорблений? Вообще история с «Духом огня» удивительная. Меня это очень позабавило. Мы когда ехали всей командой на такси в Шереметьево, чтобы лететь в Ханты-Мансийск, мне начали присылать ссылки. Я сама нашла еще какие-то статьи, в которых писали, что жители Ханты-Мансийска в соцсетях возмущаются тем, что будет показ нашего фильма. Я даже нашла этот исходный пост в самом большом сообществе Ханты-Мансийска, где люди пишут, что кошмар, к нам едут геи, что они будут делать на красной дорожке, наверное, целоваться. Я подумала, классно, может быть, еще и Казаков шашками вы вызовете, чтобы было окончательно весело. Я знала, что Борис Нелепый и Ниса Казакова, я понимала, что они максимально адекватные люди, которые за кино, за искусство. Но фестиваль он проходит в том числе и при поддержке спонсоров, и при поддержке губернатора. Я, конечно, боялась, что люди, для которых важна политическая составляющая вот этого странного протеста, могут запретить наш показ, например, отменить и так далее. Поэтому оставалось только такое сомнение. Но когда мы прилетели, оказалось, что Борис уже со всеми поговорил и организовал. И, конечно, он удивительный человек, к которому мы все просто влюбились. Как он трепетно относится к режиссерам и группам, и к фильмам, которые он и Аниса отобрали в программу. И как ему важно, чтобы все чувствовали себя спокойно. Сказал, что точно не отменят показ. И мы в этот момент сразу успокоились. Я посмотрела все восемь фильмов, которые были в конкурсе российских дебютов. Во-первых, у нас было больше всего людей на этом показе. Во-вторых, только на нашем показе у дверей в зал стояла полиция, которая проверяла паспорта и не пускала никого, кто был младше 18-ти. Мои актеры выходили, кто-то еще выходил из зала, в это время мог наблюдать. И говорят, что там было примерно столько же людей, как в зале, которых не пустили, которые хотели туда попасть. И я их понимаю. То есть кто-то забыл паспорт, кто-то не думал, что будет такая строгая проверка. Потому что на фестивале были практически все остальные показы, тоже были 18+, кроме одного. И там такого не было. Спрашивали формально и пропускали в любом случае. Только у нас была полиция, поэтому все на показе были 18+. Борис сделал вступительное слово, представил наш фильм. Тоже единственный из всех восьми фильмов в российском конкурсе, где объяснил, что это искусство, что это строго 18+, что всех проверяют. Борис произнес, конечно, прекрасную речь. Что касается зала, я сказала, когда задавали вопросы, что когда была премьера в Санта-Барбаре, американская премьера, ко мне несколько раз подходили парни после показа и говорили примерно с одной и той же формулировкой «Я гей, и мне очень понравилось». И для меня это было прям очень важно, потому что периодически я и от ЛГБТ-сообщества в России например, встречала какое-то сопротивление, типа «Что это за репрезентация? Как вы можете, если вы не относитесь к комьюнити, что-то про это знать?» Ко мне там подошел парень, поскольку он слышал, как я это формулирую, он сказал «Я слушал, все смотрел, и я хотел подойти к вам и сказать «Я гей, и мне очень понравилось». И это было так круто, нереально. И он стоял почти со слезами на глазах. И мне потом рассказывал мой актер, который сыграл как раз подростка, гея, старшеклассника, что он к нему подошел. И потом рассказывал со слезами на глазах, уже прям по-настоящему плачет, как ему было важно, что вышел этот фильм, и как он его действительно тонко и красиво сыграл. Единственный критический комментарий, который там был, был от женщины постарше, которая сказала, что она 40 лет уже работает учителем русского языка и литературы. И что ей показалось, что я в своем фильме сделала его слишком жестким, недостаточно романтичным. И не может быть, чтобы подростки были такие же, где вы видели таких подростков и так далее. Что я могу сказать? На этот вопрос ответил Глеб Калюжный, который ему самому сейчас 22, который снимается в кино с 14 или с 15 лет, и который видел все, как живут современные подростки. И мы с ним тоже говорили до фильма, как он это видит. И он сказал мне очень коротко, такое есть, бывает и не такое. Бывает намного жестче. И, конечно, те истории, которые он мне рассказывал, я понимаю, что я не отошла от правды. Ну да, я показала историю, которая в СССР более романтична, история, которая в современном мире более жесткая. Но я следовала тому, что мне кажется правдивым, правильным, как это есть в жизни. Правда для меня очень важна. Я не пыталась чего-то там придумывать как-то специально в этом отношении. Так что оказывается по итогам, что те зрители, не критики, не члены жюри, которые задавали вопросы. Им понравилось, им было интересно. И очень много было вопросов, что значит этот символ, что значит этот. Про саундтрек многие спрашивали и так далее. Я думаю, что не стоит рассматривать ваш фильм как реалистический. Скорее, это поэтический, метафорический кинематограф. И он наследует, я думаю, Пазолини, Джессу Франко, Жану Ролену, Боровчику и так далее. Скорее, вот фильмом 70-х, 80-х годов. Вот эта эпоха вам должна нравиться в кино, верно? Вы знаете, я смотрю кино из совершенно разных эпох. Мне нравится Пазолини, больше всего из того, что вы перечислили. Мне очень часто нравится нарративное модернистское кино, в котором просто рассказывается очень мощно и красиво одна история. Но при этом я сама дитя постмодернизма. И когда я пишу что-то, я, конечно, склонна делать, конструировать реальность больше, как в «Криминальном чтиве», например. цитаты, ирония, серьезные и несерьезные отношения. Вот оно вшито в меня, и даже моя компания, которая... Называется «Ирония». Да, да, «Ирония», «Арини Продакшн», типа производства «Иронии». Я как раз думала про карнавал по Вахтину, когда я создавала эту компанию, и, по сути, это очень мне близко, очень важно. Расскажите, пожалуйста, о вашем агентстве. Я читал, что вы создали его уже в 23 года, но оно, наверное, имеет очень мало общего с вашей картиной. Оно работает для каких-то крупных компаний. Да, я открыла свое агентство, когда мне было 23 года. До этого я уже какое-то время работала как пиарщик, фрилансер, и у меня было довольно много заказов, у меня были ассистенты, и в какой-то момент я поняла, что если я открою свое агентство, то, во-первых, это будет более порядочно и более серьезный подход к тому, чем я занимаюсь, ну и плюс я как агентство смогу просить за свою работу больше денег. То есть это чисто такой практический подход, фрилансер просто по умолчанию получает меньше, чем агентство. С этого все началось. Мы работаем, получается, уже 7 лет, и довольно быстро к нам пришли крупные клиенты, совершенно разные. Ситуация финансовая в нашей компании меняется периодически, когда-то мы зарабатываем больше, когда-то меньше, но самое главное, что это помогло мне заработать деньги на создание Outlaw. То есть все, что я заработала через пиар, я вложила в свой дебютный фильм, и у нас не было других инвесторов, других спонсоров. Это все сделано полностью на мои деньги, без какой-то поддержки. У меня нету богатого мужа, богатого папы, даже партнера в бизнесе у меня нету. То есть я все делала сама, с финансовой точки зрения. Так что я немножко такой вот необычный и странный режиссер, у которого есть средства снять свой собственный фильм. Многие, конечно, рассчитывают на государственную поддержку и часто ее получают, причем даже и на самые такие неортодосальные проекты. Вы не обращались к Министерству культуры, насколько я понимаю, принципиально, избрезгливости, или просто лень была? Мы не обращались к Минкульту, это верно, но я бы сказала, это было скорее такое практическое соображение. В моем отношении к государству нет брезгливости, есть понимание работы институтов, на что люди готовы пойти, на что они готовы, как это работает для них изнутри. Поэтому я понимала, что им будет странно поддержать такой фильм. Если бы я шла туда с какими-то продюсерами, которые, не знаю, 30 лет на рынке, может быть, они смогли бы как-то объяснить, рассказать, уговорить, поддержать меня своим авторитетом. Но Вероника Чибис, которая фактически мой соавтор, можно сказать, мой продюсер на этом проекте, это для нее тоже дебют. Конечно, у нее не было таких связей на тот момент, поэтому мы даже и не пытались. Но в дальнейшем, если учесть удивительную адекватность Минкульта по отношению к нашему фильму, то есть нам дали прокатное удостоверение, например. Хотя мы сами не верили, что это произойдет, и нам все говорили, что этого не произойдет вообще никогда, что вас запретят за пропаганду гомосексуализма, как это формулируется в законе. Ничего подобного нам дали прокатное, и пока что нас никто не запрещает, прокатное не отзывает, и вообще мы не видим никакой агрессии со стороны государства, если честно. Не знаю, связано ли это с тем, что Ольга Любимова теперь министр культуры, который, мне кажется, удивительно адекватным человеком и приятным, хотя мы лично не общались никогда. Или это связано с какими-то другими соображениями? Ну, вам придется все-таки пойти на какие-то уступки, скажем, с неномативной лексикой? Да-да-да, конечно, у нас мат весь зацезурирован, мое сердце обливается кровью, когда я это слышу, но для меня все равно самая важная версия, это международная версия, в которой все осталось. Мы даже порно, нам придется сделать с пикселями, и для российской версии мы вырезали маленький эпизод в самом начале ворги со священником, потому что законы про оскорбление чувств верующих и так далее. Очень смешно, конечно. Не так уж и много мы на самом деле изменили. Для меня все равно основная версия, режиссерская версия, это международная версия, и я очень надеюсь, что российские зрители тоже, кому это будет интересно и важно, посмотреть, как все было задумано, смогут каким-то образом это посмотреть. Я пока не знаю как, но надеюсь, мы придумаем. Вы выбрали очень взрывоопасную тему. Я не знаю почему, но тема гомосексуальности в России становятся все более болезненны, где просто портят отношения, сталкиваются, обвиняют друг друга. Это какая-то болевая точка. Создано искусственно, мне кажется. Почему вы решили, если вы говорите, что вы не из этой комьюнити, почему вы решили выбрать в центр сюжета вот эту вот именно драму и действительно ли, верно ли называть, как я прочитал на вашем же, по-моему, сайте, вашу картину ЛГБТ-драмой? Тема гомосексуальности всегда была для меня интересна, потому что это вопрос про внутреннее принятие и про конфликт с обществом, который основан на том, что ты изначально другой, и ты с этим не можешь ничего сделать, а если ты будешь с этим что-то пытаться сделать, то ты себя травмируешь. И стоит ли это того? И на мой взгляд, конечно же, не стоит. Поскольку я во всех ситуациях жизни меня привлекает внутренний конфликт и внешний. По законам драмы я очень литературный ребенок, мне очень важен конфликт. Как важен? В каком смысле? В том, что он меня привлекает, я слежу за этим, мне интересно. Вокруг этого я сразу вижу такое количество историй, которые я хотела бы рассказать, показать в кино. Поэтому мне в кино всегда было интересно, мне казалось, это очень красиво и очень важно, когда показываются такие герои. То есть один из моих любимых фильмов, например, «Смерть в Венеции». Конечно же, там «Call me by your name» и там «Девушка из Дании» и так далее. Потом мне очень нравится культура, связанная с дрэг-квинс. И я очень долго смотрела шоу RuPaul's Drag Race, как его запустили. И меня всегда поражала свобода людей. У них уже как бы в Америке ровно то же самое, что у нас на самом деле, только кажется, что нет. Только в каких-то крупных городах и каких-то комьюнити отдельных есть та свобода, которая нам чудится везде. По крайней мере, это мое впечатление, потому что я была там и мой пиарщик, например, в Америке, он гей, открытый. Я говорила с людьми, которые подходили ко мне после показа и так далее. И все равно у них очень страшные, очень сложные истории у многих людей, которые выбирают даже участвовать просто в этом шоу. Бесконечные конфликты с родителями, с окружением, с самим собой. И они, тем не менее, все равно выбирают делать то, что им нравится, то, что им нужно, благодаря чему они могут жить. И могут чувствовать, внутри меня. Они другие, допустим, но они не менее сильные, как мне кажется. И этот выбор и решение, оно тоже стоит передо мной. То есть быть всегда, условно говоря, хорошей девочкой, которая ходит в консерваторию, слушается маму и скромно одевается и выходит замуж и рожает детей. Или быть девушкой, которая открывает собственный бизнес, пока что не рожает детей, пока что ходит в консерваторию, но при этом снимает такое кино, которое у многих, в том числе у моих родителей, вызывает резкое отторжение. А этот конфликт, который сейчас в России разворачивается, Олег Кашин написал полгода, наверное, назад, когда только была премьера в Таллине, я тоже дала им посмотреть фильм. Мне кажется, он написал очень интересную статью о том, как вообще появился этот закон и появился вот этот искусственно-сконсультированный конфликт. Потому что, мне кажется, это очень странно. Вот эта консервативная история, она идет от государства, а общество, наоборот, становится более свободным, более открытым и более принимающим. И эти направления, они сталкиваются очень жестко. И чем дальше, тем жестче, потому что общество не может отступить назад само. Ну и, по крайней мере, вот молодые люди, которые живут в интернете и видят то, что это нормально, это красиво, это бывает. Это часть жизни. Люди, у которых другая ориентация, тоже как вариант нормы. То есть вы думаете, что молодое поколение, которым адресовано ваше кино, все-таки не столь гомофобно, как поколение их родителей и дедушек? Абсолютно. Встречаются очень свободно открытые люди во всех поколениях, но в целом, мне кажется, что молодое поколение, даже может быть чуть младше, чем я, мне 30, ну может быть до 25, может быть даже подростки современные, они намного более открытые и намного более спокойно к этому относятся. То есть когда ты видишь парня с макияжем на лице, не знаю, в инстаграме, это красиво, это эстетично. Я говорю сейчас даже про гетеропарней, которые начинают использовать макияж, не знаю, блестки на лице, вот что-то такое, что считалось раньше женственным, неприемлемым, непонятным, типа зачем ты это делаешь, а может быть ты гей или какое-нибудь более оскорбительное слово в этом направлении. Но нет, эта культура меняется и очень многое становится окей, это окей, это классно, ты можешь жить как хочешь, нравится тебе парни, пожалуйста, нравится и те, и другие, окей, только девушки, ладно. Границы размываются, этот вопрос не разделяет, нет какого-то конфликта, мне кажется, у того поколения, которому действительно адресован мой фильм, мне кажется, нет такого конфликта, что какой кошмар, почему что происходит, я на это не пойду. Мне кажется, вот сериал «Эйфория» тоже американский очень усиленно это показывает, российские подростки, они тоже это все смотрят же, классно, им нравится. Я опять возвращусь к статье Олега Кашина, просто для меня эта статья, она очень многое объяснила с политической точки зрения, и он говорит о том, что после митингов на Болотной государству нужно было каким-то образом отделить ту часть общества, которая пришла на эти митинги, от своего электората, что ли, от более консервативной части общества. То есть нужно было стигматизировать, как-то унизить ее. Тогда как бы в ход пошли все возможные, которые могли стигматизировать вот эту более продвинутую часть общества. Начали использовать слово «либерал» в ругательном контексте, решили, что все те, кто пришли, они за гей-парады. И вот эта связка, что все те, кто пришли на Болотную, они хотят, чтобы были по России гей-парады, она оказалась очень работающей для российского консервативного населения, потому что люди такие сразу «в смысле гей-парад? Мы как-то за это не подписывались, а что это мы будем их поддерживать?» Таким образом, идея того, что они вышли на самом деле по совершенно другим причинам, и это были совершенно разные люди, и, может быть, и не все из них хотели бы, чтобы были какие-то дополнительные, не знаю, свободы для разных слоев населения в России. Они все оказались объединены под этим определением, под этим понятием, что они за это, за то, что там загнивающей Европе позволено, а мы здесь как бы не позволим. То есть это чисто политическое перевертывание смыслов, постмодернистское на самом деле. Это очень такая история еще из пиара, когда ты просто берешь и переворачиваешь, переформулируешь, а потом через все каналы, которые у тебя есть, а у государства есть огромное количество каналов, и больших, и маленьких, и ТВ, и Телеграм, блогеры, и все что угодно. Из-за этого началась стигматизация, и появились эти законы. Все это работает на политическую повестку, чтобы не допустить повторения таких митингов, и тем более не дать остальному населению, не такому активному, вдохновиться этими протестами, и пойти за этими людьми. Я смотрю на это... Как на пиар-технологию, да, профессиональным взглядом. Да, я смотрю на это как на пиар, и пиарщик не может не быть постмодернистом. Я могу понять всех. Я понимаю, как это делается с их стороны, я понимаю, как это делается с моей стороны. Несмотря на то, что я либертарианец, я легко, например, могу понять, почему Путин делает это или другую какую-то вещь. Может, это эмпатия, может быть, это что-то связано с тем, что я люблю истории, может быть, это связано с пиаром. Мне легко как бы подключиться и понять логику там, где она есть, почему люди делают то или другое. При этом, не обязательно сказать, что я одобряю и поддерживаю. Я понимаю, почему это делается. И, может быть, если бы я была на месте, условно говоря, государства, может быть, я сделала бы так же. Я не знаю, просто я не на этом месте. Но если это логично, то почему бы это не сделать? И меня, конечно, вот эти конфликты внутренние тоже очень разрывают. Понятно, что я либертарианец, и я считаю, что людям нужно дать как можно больше свободы, давление государства ограничить. Но я это думаю как частное лицо. Это тоже красивое животное. А что, нет, что ли? Гостем программы «Культурный дневник» была режиссер Ксения Ратушная. Мы говорили о ее фильме «Аутло». Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. Говорит Ратушная.